Совершение простых гигиенических процедур для 80-летней Таисы Романовны сродни подвигу. Несколько метров с кастрюлей кипятка от кухни до ванной в силу возраста она преодолевает с большим трудом. Я вот так вот иду, значит, с кастрюлей вот таким макаром иду. Да, представьте себе, дочь говорит, ой, мама, я так боюсь, чтобы ты не обварилась. Не грей ты сильно ее в воду. Я говорю, да сильно-то я сколько рейсов буду делать-то. Если я сильно не нагрею, мне хоть я за два раза принесу, а тут я и буду ходить без конца. Говорю, ты чего, Таня, говорю. Вот кастрюля, она у меня тут и стоит вот. Полную кастрюлю разве я понесу? Я опять немножко. Я два раза, а мне каждый шаг дорог. Мне каждый шаг дорог, чтобы идти по лишний раз. Порой раз надо что-то встать, взять, думаю, ах, Господи, ладно, не буду. Вот таким макаром, вот таким макаром дошла, встать, кастрюлю поставила. Здесь уже водой располагаю. А ставлю кастрюлю вот сюда. Такой опасный рейс женщина вынуждена проделывать неоднократно. Третьей кастрюли не хватает, а целую уже физически не перенести. Ну, какой имеет право взять и воду отключить? Ведь мы платим. Вот я так, никакого задолженности у меня нет. Я за все, за все плачу строго. Вот. Ну, если кто-то не платит, ведь проще пареные репы взять, отсоединить человека, коль не платят. Все. И я звонила, я уже кого звонил. И никто. Сидят на мягких стульях, видно, очень удобно. Наплевали на все. В подобной ситуации находятся все жители народной стройки, независимо от возраста. В соседнем подъезде живет Екатерина с двумя внучками. Вода в этой семье греется практически круглосуточно. В холодную погоду и руки детям помыть хочется теплой водой, чтобы не простыли. Купание и история отдельная. Старшей девочке 11 лет, поэтому мыться она ходит к подружке, у которой дома установлен водонагреватель. Двухлетнюю малышку приходится мыть в ванночке. Вот в кастрюльке греют, потом до кипятка довожу и все это нормально у нас. Сколько кастрюльок надо, чтобы помыть ребенку? Ну, две кастрюльки вот таких я делаю. Ванночка небольшая, чтобы ребенку искупать. Чет богода много надо, что ли. В этом году легче, отмечает Екатерина. В декабре в доме подключили газ. В прошлом же году приходилось пользоваться баллоном. Терпели значительные затраты. Ряд жителей, проживающих в микрорайоне, ждать милости от властей устали. Еще в прошлом году, приобретя водонагреватели. А вот у кого финансовое положение не позволяет, вынуждены, как Таиса Романовна и Екатерина, таскать кастрюли с кипятком и надеяться, что, может быть, власти вспомнят о них. Но страдают не только простые жители. Нельзя забывать, что удаленное от центра города район, тем не менее, несет огромную социальную функцию. Здесь расположен детский дом, детский сад, реабилитационный центр для пожилых, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Именно здесь всегда должно быть чисто. Дети вымыты, постоянно готовится еда. Без горячей воды очень сложно. На кухне, например, греют. У меня там тарелок много, так нагреватель стоит. Но бывает, что и нагреватель не успевает греть. Вода-то уходит, купаться надо им. Детей купать, а что нагреватель? Пока нагреешь. Один нагреешь, один вымылся, два вымылись, а остальные снова греть надо. Плохо, очень плохо. Чтобы помыть больше посуды, воду приходится использовать не горячую, а теплую. Да и мытье детей по субботам занимает весь день. Душам приходится пользоваться по мере нагревания воды. Да и финансовые затраты на электроэнергию у центра из-за отсутствия горячего водоснабжения значительно выше. Субтитры создавал DimaTorzok